Здравствуйте! В эфире программа «Город С». Только что завершилась одно из важнейших событий года. Мы внимательно слушали ежегодное послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам Самарской губернтской думы. В нашей студии лидеры общественного мнения, эксперты. Габибулла Хасаев, председатель общественной палаты городского округа Самара. Габибулла Арбатанович, спасибо, что пришли в нашу студию. Ну и давайте, знаете, начнем с чего. Ваши главные посылы, что вы, мы сейчас внимательно с вами следили за этим посланием, что услышали в послании лично вы? На мой взгляд, это было одно из ярких, содержательных и очень конкретных выступлений губернатора Самарской области, где он на конкретных примерах показал результаты деятельности губернатора правительства Самарской области за последние пять лет. Это было очень многогранное выступление, но я бы, как экономист, выделил бы то часть послания, которое касалось экономического развития. Дмитрий Игоревич сделал акцент на обеспечении устойчивого развития экономики Самарской области. Действительно, приведенные цифры это демонстрирует. Более того, я вам скажу, что в подтверждение того, о чем говорил Дмитрий Игоревич, то, что вот счетная палата Самарской области параллельно со счетной палатой Российской Федерации закончила проведение экспертно-аналитического мероприятия по анализу интеграции и достижения результатов, достижения цели устойчивого развития организации объединенных наций в документах стратегического планирования Самарской области. Это, прежде всего, сама стратегия социально-экономического развития Самарской области, государственные программы Самарской области, а их у нас 51, и национальные проекты, а их у нас 14. И вот это независимое исследование, еще раз подчеркну, параллельно со счетной палатой Российской Федерации подтвердило, что в стратегических документах Самарской области действительно интегрирование 16 и 17 целей ООН. Но одна цель, касающаяся развития мировых океанов и морей, она косвенно касается нас, потому что экологическое оздоровление Волги все-таки сказывается на ресурсах Каспийского моря. И по важнейшим показателям Самарская область демонстрирует положительную динамику. И мы знаем, что в декабре 2021 года Дмитрий Игоревич в формате видеоконференции выступал в Организации объединенных наций и делал обзор о реализации целеустойчивого развития Самарской области для всего мира. И этот доклад получил очень положительную оценку экспертов, такого российского масштаба, ну и очень положительные отзывы специалистов. То есть я хочу подчеркнуть, что Дмитрий Игоревич доказывает, что научный подход к разработке документов стратегического планирования и организация их исполнения на основе эффективности деятельности правительства, оно все-таки это очень важный момент для того, чтобы и уровень, и качество жизни людей на территории нашей губернии росли. И комфортной была вся городская среда, и выделялись приоритеты, которые корректировались бы с учетом особенностей времени. И мне кажется, это очень важный момент. И то, что дал поручение правительству Дмитрий Игоревич относительно приступить к разработке новой стратегии социально-экономического развития на более дальнюю перспективу, мне кажется, это очень своевременная мера. И здесь я бы хотел выдалить несколько аспектов, которые, безусловно, будут способствовать большей динамике нашего развития и мобилизации того потенциала, который накоплен, и, безусловно, поиску новых источников роста. Это вот идеи, которые прозвучали у губернаторов в части научно-технологического развития. Действительно, я с ним абсолютно согласен, и это подтверждают рейтинги наших национальных агентств рейтинговых относительно того, что Самарская область ходит в группу лидеров по научно-технологическому развитию. Я не буду приводить те примеры, которые называл Дмитрий Игоревич. Я считаю, что каждый житель губерния обязан внимательно с карандашом в руках прочитать текст выступления губернатора и сделать для себя выводы. Там очень много интересных вещей. Действительно, я абсолютно убежден и согласен с его мыслью о том, что технологическое лидерство Самарской области – это важнейший фактор обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации. – Совершенно верно. – Да. Мне кажется, вот это очень важно. И действительно, еще не в полной мере тот потенциал, который имеется, у нас, к сожалению, сегодня используется. И это я могу подтвердить неоднократно, в том числе и с этой трибуны. Я с вашей студией приводил конкретный пример. Вот это, мне кажется, очень важный момент. И хорошо то, что еще вот есть хороший инструмент для достижения этой цели, да, технологического лидерства. Это вот создание научно-образовательного центра мирового уровня инженерия будущего. В чем особенность вот центра в Самаре? Если везде это как бы региональные, а теперь это у нас, во-первых, с самого начала, по инициативе Дмитрия Игоревича, это был создан межрегиональный, потому что не бывает наука чисто там самарской, там пензенской, рязанской. Вот надо объединить. Это в шесть регионов входило. А сейчас мы уже знаем, что наша Белоруссия, тоже белорусские университеты, научно-исследовательские институты интегрированы вот в этот проект. Вот это гарантия того, что те задачи, которые перед инженерией будущего стоят, они, так сказать, будут реализованы. И другой очень важный момент, в чем специфика сегодняшнего момента в плане кадрового обеспечения, да? Ну, в силу известных не всегда, может быть, позитивных явлений в подготовке кадров в национальном масштабе, особенно я имею в виду подготовка в системе аспирантуры, докторантуры, у нас защиты диссертации, у нас образовался разрыв возрастной. Сейчас, в основном, у нас ученые все-таки достаточно, очень большой удельный вес, вот, достаточно пожилого возраста. И то, что сейчас развивается система, вот, выявление талантов, и создаются условия для того, чтобы еще со школьных лет дети имели возможность подготовиться и самореализовать. Это, конечно, очень важная, фундаментальная основа для того, что в перспективе действительно у нас появятся выдающиеся ученые. Я, кстати, прошу прощения, что перебиваю, я вот вспомнил, дело в том, что на территории городского округа Самара у нас Центр одаренных детей успешно работает. Уникальное такое явление, которое как раз позволяет выявлять самых умных, самых одаренных, погружать их в эту среду, давать им серьезные нагрузки и получать потом. Да, и уже мы имеем результаты, насколько вам неизвестно, один молодой человек стал одним из победителей международного, международной олимпиады по химии, насколько вам неизвестно. Так что, есть результаты. И второй момент, я бы хотел сказать, для обеспечения вот устойчивого развития, это поиск новых механизмов привлечения инвестиций. Важнейшее, важнейшее. Это потому, что, к сожалению, сегодня общепризнано, что инвестиции являются, в силу их, может быть, недостаточного объема, фактором, ограничивающим экономический рост. А чтобы он был фактором, ускоряющим экономический рост, нужно искать новые источники. И здесь, на мой взгляд, был сделан акцент на очень важный момент. Это привлечение внебюджетных инвестиций через разные каналы. Это один из них, это государственно-частное партнерство, механизм государственно-частного партнерства, где Самарская область уже является признанным лидером в последние вот как раз годы. И здесь накоплен большой опыт, подготовлены хорошие кадры. Я знаю, это Министерство экономического развития и инвестиций. И они способны разрабатывать все необходимые программы, механизмы, инструменты, налоговые льготы и так далее. И второй момент, обратите внимание, Дмитрий Игоревич показал, что сегодня нужно стимулировать новые направления в развитии малого и среднего предпринимательства. Самарская область является признанным лидером, опять же, я скажу, по количеству малых предприятий, если брать на 10 тысяч населения. Но структура малых предприятий не всегда отвечает тем вызовам, на которые мы должны реагировать. Это прежде всего развитие сектора малых предприятий по направлению создания инноваций, разработки стартапов. И в этом плане, мне кажется, прозвучал сигнал о том, что изменить систему налоговой поддержки, поддержки через гарантийный фонд, иные формы института развития, да, именно вот такого направления. Плюс еще, вот сегодня новое прозвучало, это стимулирование развития малых предприятий в малых населенных пунктах. Вот это, мне кажется, чрезвычайно важным, потому что это обеспечит и закрепление населения, сельской местности, что для высокоурбанизированного региона Самарской области является чрезвычайно актуальной задачей, вот, чтобы мы могли сбалансированно развивать нашу территорию. Поэтому, вот, я бы по инвестициям еще, вот, очень важно, чтобы команда, команда своевременно готовила проектные документы, их своевременное представление и защита в федеральных институтах развития, в федеральных органах власти и управления. И здесь очень большие задачи. Я думаю, что если бы с этими задачами плохо справлялись, то не было бы у нас вот такие крупные инфраструктурные проекты, которые за последние годы практически обновили. Это вот, назвал цифру, она для меня была неизвестна, честно говоря, что 46% имеющихся дорог сегодня, да, это построено за последние 5 лет. Обновление, приведение в порядок. Практически половина. Да, это очень серьезный результат. И кроме этого добавьте количество мостов, 6 мостов, это серьезные инфраструктурные проекты, я их называть не буду в целях экономии времени, я скажу, это очень серьезно, потому что инфраструктура, без инфраструктуры нет вообще экономического развития, нет межрегионального и межмуниципального сотрудничества, ну и просто нет мобильности населения. Поэтому очень важно. У меня, кстати, знаете, вот на что я обратил внимание, когда мы говорили с вами о малом бизнесе, поступления налоговые от малого бизнеса в два раза выросли. И льготы сохраняются. Чрезвычайно. Да, это очень важно. И нам сейчас, знаете, вот я бы еще внимательно посмотрел бы на то, что все-таки пандемия, она нанесла определенный урон развитию малых предприятий, особенно которые производили продукцию для населения, особенно в сфере обслуживания. Вот сейчас посмотреть динамику предприятий, чтобы количество рождающихся предприятий было больше, чем количество тех, которые закрываются в силу объективных экономических обстоятельств. И мне кажется, здесь вот динамика-то у нас хорошая, посмотреть, как динамика самозанятых, малых предприятий, переход малых предприятий, микропредприятий, малые предприятия, малых предприятий, крупные предприятия. Кстати, буквально вчера на правительстве обсуждался вопрос о приоритетах развития малых предприятий, малого предпринимательства на перспективу. Вот на это было обращено внимание, чтобы была как бы вот свое родное дорожная карта развития малого бизнеса от микро к малому, от малого к крупному и дальше со всеми втекающими последствиями. Знаете, вот косвенно, кстати, на это отвечает такая важная цифра, это количество вакансий. То есть у нас на сегодняшний день, вот я обратил внимание, что количество вакансий растет, это означает, что экономика растет. У нас 47 тысяч вакансий и 8 тысяч резюме. Вот Дмитрий Игоревич как бы это подчеркнул, это очень важная цифра, это говорит о том, что есть спрос на людей. Да, сейчас то, что вот безработица, уровень безработицы сократился в два раза, это очень важный результат, потому что безработица это, на мой взгляд, самая социально болезненная проблема. И когда человек хочет и может работать и не имеет возможности, для него, конечно, это чисто в человеческом плане почти трагедия. И то, что сегодня создаются новые рабочие места, вот я знаю, что все больше рабочих мест, высокотехнологичных, высокооплачиваемых, это ведь и сигнал к системе образования, чтобы у нас больше молодежи училась в средних специальных профессиональных учебных заведениях, приобретали рабочие специальности. И они сейчас и зарплату квалифицированную рабочую получают сейчас. Поэтому это очень важный сигнал, в том числе и для системы образования. И здесь важный момент, вот, кстати, цифры очень интересные прозвучали по поводу развития системы образования. Если я не ошибаюсь, 54 детских сада построены за пять лет и 9 школ возведены. И в Самаре, кстати, этот процесс тоже продолжается активно, мы знаем прекрасно. Да, Самара является здесь, пожалуй, одним из лидеров в плане развития детских дошкольных учреждений. Активно сейчас строятся школы, ремонтируются. Администрация города этому уделяет большое внимание. И я вам могу сказать, что общественная палата городского круга Самара осуществляет контрольные мероприятия по реализации политики развития детских дошкольных учреждений, школ, их оснащения и так далее. — Габибулла Роботанович, большое спасибо за интересную содержательную беседу. Послание губернатора, на самом деле, можно обсуждать, ну, действительно, очень долго, потому что это, ну, очень такой многогранный документ, очень сложный, многослойный, я бы сказал. Поэтому всегда рады видеть вас в нашей студии, в том числе, чтобы поговорить о текущей ситуации в экономике Самары и Самарской губернии, потому что, на самом деле, есть что обсудить, а ваше мнение для нас, ну, чрезвычайно интересно. — Большое спасибо. — Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Габибулла Хасаев, председатель общественной палаты городского округа Самара. До свидания.